Большой теннис в Наридмаре постепенно набирает популярность. Ведущую роль в этом сыграло открытие в Норде современного корта. Уже проводятся соревнования. Кроме того, все больше жителей Наридмары записываются в секцию и приобретают абонементы на занятия с инструктором. Мой коллега Иван Кутенников тоже взял в руки ракетку и попробовал свои силы в этом виде спорта. Александр Семенов занимается теннисом около года. Еще одно его увлечение – хоккей. Более силовой и жесткий вид спорта. И, конечно, весьма травмоопасный. Поэтому в последнее время Шайби и Клюшки предпочитает ракетку и мяч. Причем, если сначала он выходил на корт просто ради удовольствия, то сейчас Александр намерен серьезно повысить уровень своей игры. Пытался на турнир выставиться с ребятами, всегда занимая крайние позиции. Вернее, крайние. Два раза в турнирах ни одной победы. Естественно, посчитал, что опыта не хватает, и надо сходить к тренеру, потренироваться. Вот месяц, когда прихожу, уже тренируюсь здесь. И таких историй здесь хватает. С появлением современного корта большой теннис в окружной столице только начинает набирать популярность. Но интерес к нему уже немалый. А разнообразный тренировочный процесс помогает лучше вникнуть в самые значимые аспекты игры. Хотелось чем-то заняться новым, интересным. Мне нравятся движения, сосредоточенности, игра команды. Тренер очень интересно преподает занятия, игры различные нам устраивает. Любой желающий со временем может серьезно разнообразить свой технический арсенал. В теннисе это играет важную роль. Неподготовленному спортсмену с первого раза качественно выполнить определенные элементы практически нереально. Подача – один из самых важных элементов в большом теннисе. Причем, если придерживаться всех правил, то мяч должен перелететь через сетку в противоположный по диагонали квадрат. Я никогда этим видом спорта не занимался. Сейчас посмотрим, что у меня получится. В цель попал, но для того, чтобы серьезно осложнить жизнь своему оппоненту, подавать, конечно, нужно гораздо сильнее и острее. По словам инструктора по большому теннису Дворца Спорта Норт Никиты Панова, процесс оттачивания техники различных ударов небыстрый. К тому же не стоит забывать и о своей физической форме. Понятное дело, что ФП, то есть наша выносливость, она и влияет на теннис, то есть на весь спорт. Но, как правило, в теннисе больше минут, где-то полчаса, минут сорок – это у нас техника, а потом все у нас идет выносливость. Так что да, выносливость – это надо. То есть нам нужно работать ногами больше. Отрабатывать удары помогает и вот такое чудо техники – так называемая теннисная пушка. Подает мячи по строго заданной траектории с одинаковой скоростью. По сути, это автоматизированный спарринг-партнер. Овладеть азами игры может практически каждый. Это лишь вопрос времени и усердия. А вот перейти на следующую ступень уже гораздо сложнее. Впрочем, для начала можно просто записаться в секцию или приобрести абонемент. Также при желании корт можно арендовать. Ну и не стоит забывать про соревнования. Тренировки – тренировками, а турнирные игры – это уже совсем другие эмоции.